Александр Гольберг Александр Гольберг Александр Гольберг Александр Гольберг Александр Гольберг Александр Гольберг И не делают Логика дальше такая Все это все Соблюдайте Значит соблюдайте Кто это сказал? Ешуа Ты его ученик? Ты еврей? Все Какие у тебя еще есть вопросы? Делай то, что тебе сказал делать твой учитель Иди к раввинам Они тебя всему научат Как вам такой ход конем? Если вы смотрели предыдущую программу Заглавленную крашеные гробы То там может быть вам могло показаться Что я хочу запутать вас Ведь в прошлой программе мы с вами увидели Что Ешуа решительно отвергал Те человеческие традиции Соблюдение которых вело к нарушению Тары Так что с одной стороны Его отношение к традиции То есть к преданию старцев Как ее называет Марк Было как минимум критическим А с другой стороны Он вроде бы призывает соблюдать Это самое предание Как же так? Чтобы запутать вас окончательно Нет-нет, конечно я шучу Моя цель не в этом Я и не хочу с другой стороны Делать вид, что в Писании Все так просто и легко понять Но давайте все-таки разберемся Начнем вот с чего Читая о дебатах Ешуа с фарисеями Насчет субботы и других заповедей Тары Мы видим, что он всегда отстаивает Изначальный замысел автора Тары То есть Бога А к фарисейским обычаям и постановлениям Подходит очень разборчиво И если мы сами воспитаны На подозрительном отношении К традиции И неписанным обычаям Или даже на полном их отрицании То нам отсюда очень легко сделать вывод Что Ешуа был нашим парнем Этаким еврейским Ульрихом Цвингли Который не принимал ничего Кроме самого Писания Никаких неписанных традиций Никаких обычаев Соло-скриптура Конечно это не так Реальная жизнь Как мы с вами хорошо понимаем Не может быть устроена целиком И полностью только по книге И особенно по древней книге Написанной за много столетий до тебя И не учитывающей возникающих новых ситуаций И требований времени Традиция возникает неизбежно И она есть у всех В том числе и тех Кто говорит, что у него-то уж точно Нет никаких традиций Если вы не осознаете своих традиций От того, что они у вас уже в крови Это другое дело И кстати, если вы хотите осознать Сколько их традиций Вы придерживаетесь Даже не задумываясь о них То это сделать очень просто Пойдите в другую общину Или в церковь другой динаминации Я говорю, не уходите с своей Я говорю, просто пойдите в гости И посмотрите, чем они Отличаются от вас И прежде чем судить их Задайте себе вопрос А кто сказал Что именно наш порядок Богослужения правильный А их неправильный И что наши молитвы Правильнее их молитв Кстати, о богослужениях Что Ишуа делал в синагогах? Только учил и исцелял? То есть, другими словами До того, как он начал свое служение Он в синагоге ни разу не появлялся? Он начал посещать синагогу После своего крещения Вот Иоанн Лука говорит, что посещение Назарецкой синагоги Было для него обычным делом Он пришел туда Я цитирую По обыкновению своему Иначе говоря, он ходил туда Сколько себя помнил Каждую субботу А почему? Это предписывало ему Тара? Нет Синагоги вообще не упоминаются в Танахе Ни разу Потому что они появились в период Вавилонского плена Вавилонского изгнания По решению чьему? По решению еврейских мудрецов И таким образом Ишуа ходил в синагогу По чисто человеческой традиции Может быть, для нас это с вами сюрприз Но это так Далее Творя чудеса умножения пищи Он делал с хлебом то Что предписывало делать перед едой Устная традиция Он благословлял его И преломлял Мы читаем об этом в Евангелии И то же самое он сделал Во время пасхального ужина Когда учредил вечерю Господню Разве все это Не было заповедью Торы? Нет Представьте себе Потому что Тара говорит Следующее Когда будешь есть и насыщаться Тогда благословляй Господа Бога твоего За добрую землю Которую он дал тебе И отсюда берет начало традиции Застольные молитвы после еды Когда Потому что в соответствии С теми словами Которые мы с вами сейчас прочитали Благословлять Господа Нужно на сытый желудок А не на голодный И поэтому благодарственная молитва Перед едой Которой молился Ешуа Это традиция Совершенно не основанная на Таре Тем не менее Ешуа следовал ей И то же самое можно сказать О праздновании Пасхи Матфей и Марк Описывая как Ешуа Благословил вино Затем говорят о нем И апостолах И воспев Пошли На гору Елеонскую Что значит воспев Что они пели Что Бог на сердце Им положил Греческое слово Которое здесь употребляется Гюмнестес Простите Гюмнестес Я не знаток греческого языка То есть Они пели гимн И смысл этого слова Именно такой Петь гимн Какой же именно гимн Они пели Из какого песенника Мы с вами знаем Что у евреев Был только один песенник Это псалтырь И по традиции Подчеркиваю Не по Таре А по традиции Пасхальный ужин Завершался Пением псалмов Со 112 По 117 Ишуа праздновал Песох Так же как и Большинство Его современников Другими словами Включая В этот праздник В его праздновании Элементы Устной традиции Которая не основана На Таре Все эти примеры Говорят о том Что Ишуа не жил В каком-то религиозном Вакууме Один на один С Богом Отцом Он жил Среди своего народа И был евреем Своего времени Одни традиции Которые не противоречили Писанию Он брал свою жизнь Он придерживался их Как например Те которые Которых мы говорили сейчас Другие же Шедшие вразрез С духом Писания И с намерением Божьего слова И Божьего сердца Он категорически отвергал И в этом он является Хорошим примером Для нас с вами И тогда Как же понимать Его слова о том Что нужно делать все Что велят Делать фарисеи Я скажу Во-первых Как его не нужно понимать Он не имел ввиду Что его ученики Должны беспрекословно Соблюдать Каждое постановление Фарисеев Потому что он сам Часто обличал Фарисеев В подмене истины Божьей Человеческими традициями Было бы очень странно Если бы от своих учеников Он после этих обличений Ожидал бы соблюдения Этих самых традиций В главе 16 У Евангелия от Матфея Ишуа также ясно сказал Своим ученикам Беречься Фарисейской И саддукейской Закваски То есть Их учения И вся 23 глава Матфея Это очень жесткие Обличения Некоторых Фарисейских Лидеров В чем? В лицемерии В дианях Мы не видим Никаких признаков Того Что апостолы Следуют Указаниям И постановлениям Фарисеев Наоборот Они очень твердо Противостоят им Говоря такие слова Должно больше Повиноваться Богу Нежели Человекам Очевидно Что апостолы Не принимали Те слова Ишуа Буквально Как же их нужно Понимать? Есть несколько Толкований И я приведу Три Первое В книге Дворим То есть В книге Второзакония В главе 17 В стихах С 8 по 13 Написано Следующее Если по какому Делу Затруднительным Будет для тебя Рассудить Между кровью и кровью Между судом И судом Между побоями И побоями И будут Несогласные мнения В воротах твоих То есть В суде То встань И пойди на место Которое изберет Господь Бог твой И приди к священникам Левитам И к суде Который будет В те дни И спроси их И они скажут тебе Как рассудить И поступи По слову Которое они Скажут тебе На том месте Которое изберет Господь И постарайся Исполнить Все Чему они Научат тебя По закону Которому научат Они тебя И по определению Которое скажут Они тебе Поступи И не уклоняйся Ни направо Ни налево От того Что они скажут тебе А кто поступит Так дерзко Что не послушает Священника Стоявшего там На служении Перед Господом Богом твоим Или суди Тот должен Умереть И так Истреби зло От Израиля И весь народ Услышит И убоится И не будут Впредь Поступать Дерзко Таким образом Тара Предусматривает Возникновение В будущем Различных Юридических Сложностей Трудных ситуаций О которых Она сама Ничего Не говорит И решение Этих проблем Говорится в этих стихах Нужно будет искать У священников И у судей Которые будут В Израиле В то время И их слово Будет авторитетным И решающим То что они скажут Это будет закон Который нужно исполнять Точно так же Как требуется Исполнять Закон Моисеев В остальных Ситуациях Таким образом Слов Смысл Простите Слов Ешуа Который он говорит О подчинении фарисеям С учетом Вот того что мы Прочитали Он такой Сейчас Эту роль Судей О которых Говорит Тара Играют Фарисеи Они сидят На седалище Моисеевым Соответственно Вы должны Поступать Так как велит Закон Моисеев То есть В трудных ситуациях Не оговоренных Тарой Вы должны Ити к ним И поступать По тому Слову Которое Они скажут Но в принципе Их учение Конечно же Очень часто Противоречить Закону Моисееву И ему Не нужно Следовать Во всей Его Полноте Второй вариант Как эти слова Ишуа Можно понять О том Что его Ученики Должны Делать То Что скажут Им Фарисеи Причем Все Что скажут Им Фарисеи Возможно Ишуа Просто имел Ввиду Что нужно Соблюдать Те постановления Фарисеев Которые Согласуются С законом Моисеевым Они сидят На Моисеевом Седалище На месте Моисея Пускай же То что Они говорят Вам в согласии С законом Моисея Будет Вами Исполнено Но конечно же Опять таки Это не означает Что все Что они говорят Нужно Исполнять Как представители Моисея Они тоже Могут ошибаться И третий вариант Как можно Истолковать Этот призыв Господа Когда он говорит Следовать Тому Что учит Фарисеи Господь Делает им Временную Уступку То есть Он как бы Говорит На сегодняшний день Эти люди Обладают Властью Поэтому Вы должны Подчиняться Их решениям Однако Это продлится Недолго Вскоре Они лишатся Своей власти Такое Истолкование Основано На 21 главе Евангелия От Матфея Где Ешо Рассказывает Притчу О винограднике Завершается Она такими словами Потому Сказываю вам Что отнимется От вас Царство Божье И дано будет Народу Приносящему Плоды Его Это стих 43 И интересно Что в 45 Стихе Говорится так Слышав Притч Его Первосвященники И фарисеи Поняли Что он О них Говорит То есть Их власть Над народом Израиля Народом Божьим Вскоре Кончится Они поняли Это И будет Передана Новому поколению Лидеров Который Поднимет Ешо Такая картина Вполне согласуется С той Что мы видим В деяниях Апостолов Итак Они толковали И соответственно Соблюдали Закон Очень по-разному Ишо Ишо был евреем Своего времени Поэтому следовал Некоторым Неписанным Традициям Однако Он был Категорически Против тех Фарисейских Традиций Следование Которым Отменяло Закон И в-третьих Ишо Предостерегал Своих Учеников Беречься Учения И лицемерия Фарисеев Соответственно Его призыв Подчиняться Им был Весьма Условный Ведь Тот Кого Фарисеи Кому Фарисеям Удавалось Обратить Своё Учение Становился По словам Ишо Сыном Гиены Вдвое Худшим Их Самих На этом Мы закончим Разговор Об отношениях Ишо С фарисеями Но Не О его Отношении К закону Да Ишо Соблюдал Закон Но он Не просто Еврей А Мессия Он сказал Что пришел Исполнить Закон То есть Не просто Соблюсти А довести До полноты И о том Что это значит Наша следующая программа Оставайтесь с нами Спасибо Дорогие друзья Шалом Мы рады Приветствовать вас На нашем Веб-сайте Оазис Медиа В 2013 Году В январе Мы запустили Этот проект И наше желание Было выставлять Максимальное количество Мессианских Видеоматериалов Чтобы интересующиеся Могли понять Рассмотреть И выучить Какие-то Аспекты Библии С еврейской Позиции Уверен Что это помогает вам У вашей веры Чтобы становиться И возрастать И понимать Писание Намного больше Вместе с этим Я хочу напомнить вам Что Этот волонтерный Добровольный Проект Мы ведем Выкладываясь полностью И лучшие люди Работают над ним Это стоит нам денег Я Не очень Люблю Просить Но В данном случае Обращаюсь к вам С просьбой Если Господь располагает вас Ни в коем случае Вы ничего не обязаны И вы Все-таки Захотите Пожертвовать Два Пять Три Доллара Сколько Захотите То При множестве Это усилит Наши возможности Переводить Материалы С иврита Давать вам Видеть Большее количество Учений И я уверен Что это будет Благословение И для вас И для нас Мы создали Такую возможность Если вы нажмете Вот на эту кнопку Донейт Пожертвовать И войдете в нее То Там будет Возможность Через Пейпал Систему Сделать Небольшое Пожертвование Это будет Благословением Уверен Для нас Уверен Для вас Пусть Бог благословит Вас Спасибо Что вы Оазис Медиа Спасибо за субтитры